30 октября в нашей стране отмечался День работников автомобильного транспорта. В преддверии праздника в городском автотранспортном предприятии прошло несколько торжественных собраний. На одно работников предприятия не собрать, так как работают они по сменам. Для каждой смены было организовано свое мероприятие. Городской общественный транспорт останавливает свою работу только на ночь. А с самого раннего утра водители и кондуктора уже на маршрутах в первую смену и готовы вести людей к месту работы или учебы. Директор автотранспортного предприятия города Буя Михаил Бельков поздравил свой коллектив с профессиональным праздником и вручил награды за многолетний добросовестный труд. Почетной грамотой Буйской городской думы награждены водители автобусов Михаил Смирнов, Сергей Павлов, Андрей Савинов. Еще пять работников награждены почетными грамотами и благодарственными письмами руководства предприятия. Городской АТП работает с 2005 года и обслуживает городские, пригородные и междугородные перевозки. Кроме этого осуществляются и заказные перевозки, особенно в каникулы, когда дети ездят в классные поездки. На предприятии работает 57 человек, из них 9 – это инженерно-технические работники, остальные – водители, кондуктора, обслуживающий персонал. В основном у меня водители первого класса, большим опытом работы, кто-то по 20, кто-то по 25 лет, есть даже кто и за 30 лет за рулем. Средний возраст у водителей 50, скажем, 5-56 лет, нет такого предпенсионного возраста, но водители опытные, они уже давно работают. Ну, кондуктора помоложе, это порядка 40-45 лет, в основном такой вот возраст. Каждый день на маршруты выходит от 8 до 11 автобусов, 12-й автобус – резервный. Он нужен для того, чтобы в случае необходимости при аварии заменить поломавшуюся машину. Из 5 городских маршрутов, это 6 машин, там 2 единички у нас, резервная машина, школьная машина у нас, школьный маршрут, мы обслуживаем школу номер 2 «Салама». Резервная обязательно машина у нас действует она, и дополнительно «Саламу» закрывают, и срывы с рейсов закрывают. Вот резервная машина. Ну и 1-2 рейса до Костромы, в зависимости от дня. По пятницам, по воскресеньям у нас 2 рейса до Костромы, по будням дням 1 рейс до Костромы. На маршруте «Бой Кострома» сейчас 3 перевозчика. Согласно проведенных конкурсов, которые в конце года прошло, осталось 3 перевозчика. Было 5, сейчас 3. Это Костромского ПТП-2, ИП Критский наш местный перевозчик, и местный перевозчик МПТП города Буя. В обновление автобусного парка предприятия вкладывают немалые средства. Повышение тарифа на проезд в городском общественном транспорте дает возможность вложить деньги в приобретение новых единиц техники. Удорожание цены на билет таким образом делается прежде всего для комфорта пассажиров. Вообще же стоимость проезда в Буя ниже, чем в соседних регионах. Подорожает ли билет на автобус в следующем году, говорить пока рано. Закончим год по результатам года, сейчас отдаем наши результаты по этому году и планы на следующий департамент тарифной политики. У нас в городе Буя перевозки осуществляются по регулируемому тарифу. То есть регулируемый тариф у нас утверждает департамент регулирования цен. И на основании этого заключения мы уже вносим свои коррективы. То есть сколько в бюджете денег на погашение там убытков по школьным и студентским проездным. Сколько в областном бюджете нам выделят на погашение убытков по инвалидам и ветеранам труда. Из этого рассчитается уже соответственно стоимость проезда для обычных граждан. Мы, наверное, передовики в области были по обновлению парка. За последние пять лет мы из двенадцати машин, находящихся на балансе, заменили восемь. Девятый в декабре месяц заменили. То есть сейчас вот буквально у нас возрастом свыше семи лет автобусов осталось только три машины. Три машины из двенадцати. Я считаю, что это хороший показатель. То есть у нас уровень износа в общей технике порядка 50%, чуть поменьше, 45%. Для сравнения, соседи там, наши районники, у них там под 90% износа техники. Повышение тарифа мы делали тогда существенно, помните, наверное, за последние пять лет было там с десяти до двенадцати рублей, потом с двенадцати до четырнадцати на два рубля почти. И вот эти деньги как раз мы вкладывали в обновление парка. Мы получили экономию и по топливу, и по простоям техники. То есть ремонтов стало меньше, простоя в технике меньше. То есть это как раз себя оправдало. И пассажиры, наоборот, почувствовали, что регулярность рейсов выше, комфортность в автобусах выше. Мы до сих пор единственное в муниципалитете в области, никто из наших соседей по области не держит этих льгот. Ни Галич, ни Инея, ни Волгареченск, ни Шарья, ни Мантерова нет. Вот по проезду, во-первых, ветеранов труда, тружеников тыла и инвалидов. Это так называемая абонентская книжка из 30 эталонов, которая состоит. И единственное, мы в области тоже оставили, пока льгот у него резали, по проезду школьников и студентов. Тоже половина стоимости к месту учебы и обратно. Причем еще давно, лет пять назад, по инициативе главы города, была снята не только к месту учебы и обратно, но и в выходные и праздничные дни они действуют. И в каникулы действуют. То есть люди, если дети работают, вернее учатся в учреждениях дополнительного образования, в спортивных учреждениях они могут беспрепятственно и в выходной день, в субботу, воскресенье посещать эти учреждения, пользоваться этими льготными проездными документами. 50% от стоимости полной проездной 970, проездной для школьников и студентов 485 рублей стоит половину стоимости. От пассажиров чаще поступают благодарности, иногда бывают и жалобы. В основном, если человек опоздал на автобус. Но отклонение от графика допустимо в пределах плюс-минус две минуты. В этом году с апреля по октябрь ремонт дорог в Буе находился под общественным контролем. Ход ремонтных работ проверялся общественной группой, в состав которой входили и работники автотранспортного предприятия. Поломок общественного транспорта на маршрутах после ремонта дорог почти не стало. Двое человек с нашего предприятия входили в комиссию по общественному контролю. Общественную контролю за ремонтом дорог возглавлял эту комиссию я. И входил водитель еще автотранспортного предприятия нашего. Именно с участием в большинстве нашего предприятия как раз выбирались участки наиболее сложные. И у нас всегда это было так, что в первую очередь ремонтируем участки дорог с оживленным движением и где проезжает общественный транспорт. Всегда так было и так будет. Даже не по отзывам водителя, а конкретно по ремонтному процессу, который сейчас у меня проходит. Если у меня с апреля по где-то по июнь, по июль месяц у меня каждая машина вставала, то с ремонтом ресторы, то со шкварневой группой, то с чем-то. То есть постоянно подвеска ломалась. Сейчас этих срывов стало, ну, пройдем на работу, произведем большой. И это существенно сказалось как раз на отказах техники. Ну и, соответственно, усталость водителей, благодарных пассажиров, называться так, меньше, когда трясет в автобусе. Все это взаимосвязано. На автобусных линиях работает контроль. Есть такое, в советские времена было, помните надпись, наверное, да? Совест лучший контролер. Но в любом случае, даже если автобусы шли с компостерами, в обязательном порядке была служба контроля за производством этих работ. То есть все равно призывали мы к совести при социализме. Но контроль не убирали. Контролеры всегда присутствовали. А сейчас кто у вас осуществляет контроль? Есть у нас контролер, который работает в нашем же стате. То есть она ежедневно проверяет обслуживание пассажиров. Если какие-то претензии есть, она высматривает, как говорится, и отвечает на все вопросы. У нас очень много проблем было по льготному проезду. Кто-то забывал забирать с собой справку со школы или удостоверение ветерана и так далее. Бывали такие инциденты. Даже доходило до письменных разборок. Было такое. Но мы доказывали свою правоту. Они считают, что проездной билет, если куплен, все, достаточно. А, то есть никакого документа обеспечено? Да, но, к сожалению, у нас законодательство такое, что кроме проездного документа еще нужно идентифицировать личность. Если это школьник, это справка со школы. Если это инвалид, это пенсионное удостоверение инвалида. Если ветеран трудовый, то удостоверение ветерана. Без общественного транспорта город не может обойтись. Его работники каждый день общаются с сотнями людей. Оказывают качественную услугу по перевозке пассажиров. Общественный транспорт нужен, и никто не будет перевозить ни детей, ни бабушек, ни старушек, кроме нас. То есть дети, идущие в школу, у кого у мамы, у папы нет транспорта, я имею в виду машин, никто не сможет их заменить, кроме нас. Особенно по маршруту Бусалама, там, где у нас сейчас школы нет, это социальный, называется так, маршрут у нас, да. Поэтому, что бы хотелось коллективу, еще раз поговорю, за верность, за то, что вы преданы своему делу, что безгранично любите свою профессию. Благодарных пассажиров вам пожелать хотелось бы. А водителям, наверное, ни гвоздя, ни жезла, есть такая пословица. И хороших вам дорог, хороших, ровных дорог, поменьше неисправностей, поменьше, чтобы было переживаний. Ну, я уже сказал, стабильности, самое главное, стабильности. Будет стабильность, будет и развитие.